Энвер Лисин Одинцово. Девятый по численности населения город в Московской области, а по количеству известных спортсменов точно находятся в лидерах. Знаменитые жители Одинцово – лыжница Лариса Лазутина, тяжелоатлет Виктор Куренцов, волейболист Алексей Вербов и фигуристка Оксана Домнина. Клубы континентальной хоккейной лиги очень любят проводить свои сборы именно в Одинцово. Здесь бывали нефтехимик и акбарс, а в этом году красивый подмосковный город успел застолбить в качестве своей базы адмирал. Энвер Лисин, нападающий. На драфте НХЛ 2004 года выбран Нью-Йорк Рейнджерс во втором раунде под общим 50 номером. Чемпион мира среди юниоров 2004 года. Серебряный призер чемпионатов мира среди молодежи в 2005 и 2006 годах. На этих двух турнирах в 12 играх забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи. В НХЛ провел 135 игр, забросил 24 и сделал 18 результативных передач. В России два последних сезона выступал за Магнитогорский Металлург. 17 июня 2013 года выбран адмиралом на драфте расширения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энвер Лисин из игроков, о которых широкие массы болельщиков, знают по большому счету только одно. Игрок он талантливый. Дальше точка. Хоккеист из «Магнитки» своим вниманием прессу не баловал. Его интервью можно пересчитать по пальцам. Это даже похоже на какой-то магнитогорский синдром. С переходом в стан Металлургов закрылся Сергей Мазякин. Во время локаута Евгений Малкин был не очень-то разговорчив. И вот Лисин. Еще одно подтверждение. Быть может, с переходом в новую команду что-то изменилось. Ты не привык совсем к общению с прессой? Или отвык в магнитке? Готовимся? Да нет, мы просто... Когда работаешь... Слушай, можно уйти? А? Можно уйти. Никто не заметь. Вышел, погрелся и назад. К концу второго круга. Остальное все то же самое, также по 20 секунд с переходом. Готовимся! Остальное все то же самое, также по 20 секунд с переходом. Остальное все то же самое, также по 20 секунд с переходом. В зале все и потом... Все отдыхаем и обед и... Обед, отдых и... Торировка вечера. А потом мы после обеда с тобой чуть-чуть прогуляемся. Прогуляемся? Ну или прогуляемся, или в холле отеля посидим. Что у вас придумают это все? Я тебе не скажу. А? Это секрет. Чей секрет? Ну, пока мой. Ты придумываешь, что ли? Что? Ты придумываешь, что ли? Вера, на какой день будет совсем тяжело на сбор? Будет или был уже? Будет. Или уже было? Не знаю, пока тяжело, как бы, ну, как при сезоне-то. Не знаю, пока. Готовишься ко всему каждый день. Готовишься к самому худшему каждый день? Ну, не к худшему, как к большой нагрузке. Ну, ты же в Фениксе поиграл, и для тебя как лучше? Готовиться самому потом в тренинг-кэм приезжать, или вот так вот на сборах сидеть? Ну, сейчас, как бы, я думаю, все тоже сами готовятся, даже перед сборами. Они как бы покороче встали. Уже все приезжают, как бы, недостаточно готовые. Ну, вот ты в отпуске когда начал готовить? За месяц, да. За месяц до 10 июня? Да. Мы просто закончили, как бы, достаточно рано. Ну, да. Много отдыхать тоже вредно. Об этом можно поговорить, знаешь, где-то в феврале. Вредно ли много отдыхать? Ну, что в феврале? Ну, может, у тебя мнение изменится в феврале? В феврале самое плей-офф же там самое интересное. Да. Ты уже готов к тому, что много летать надо будет? Подушечку купил. К этому можно подготовить. Самолетную. Ну, я не знаю, покупаешь себе подушечку, повязку на глаза, чтобы сдать. Неудобно, подушечку. Закачиваешь в айпад, много фильмов. Мы что-нибудь придумаем, походу. Фильмы есть в айпаде. Ну, вот, а ты говоришь, как можно подготовиться. Не будешь кино смотреть все время. А ты во Владике был когда-нибудь? Да. Нет? 2 августа у тебя такое будет. Ой, 2 сентября у тебя такое будет. День новых впечатлений. Я думаю, много людей у нас в стране не были во Владике. Я не один такой. Мне тяжело, конечно, про все впечатления матча рассказать в двух словах. Поэтому понятно, что ты не сможешь рассказать про все, что было. Естественно, легче сказать про какой-то момент. Думаю, интереснее будет тоже всем. Можно четко дать ответ. Как бы рассказывать про всю игру, там, за минуту даже не расскажешь. Открыл бы зарплату? Я бы лично. Я не могу за всех принимать решение. Нет, ну, вот свою. Потому что я не могу гореть от себя, как бы, в интересах всех. На самом деле, надо мнение большинства учитывать. Ну, хорошо, вот, если бы тебе подошли и сказали, инверс, сколько ты, ну, вот, условно говоря, ты бы свою зарплату открыл? Слушай, ну, мне кажется, надо нам придерживаться вместе всем какого-то мнения. Не так, что кто-то там что-то одно делает, что-то другое. Мы должны вместе, как бы. Ну, вот вы вместе и решаете. Ну, вот так и решили. Как большинство. Мне кажется, это правильно, это же демократия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, наоборот? Думали, что получают все многое, а на самом деле посмотрят и... Согласен. Как Скороходов, да, сказал? Я готов открыть зарплату, пусть люди посмеются. Слушай, ну, он пенсии сейчас сделал, все-таки пробил эту тему с пенсиями. Ну, даже знаю, кто-то уже получает, Ячанов получает, там, функция. Спокойно, да, и не понимаешь. Знаешь, это, как бы, об этом не задумываешься, пока более-менее молодой и играешь. На самом деле, это очень, я думаю, важная вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новые люди какие-то, новые, новые места даже. Новый город будет летать далеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты спокойно, да, к этому относишься? Такое, как неизбежное что-то. Но оно есть. Ну, хорошо, конечно, играть, как бы, в одной команде как можно дольше. Как бы, если получается, то здесь надо привыкнуть, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привыкать Инверу в сезоне придется и к главному тренеру. Ханну Йортика заработал в России весьма неоднозначную репутацию. В прошлом сезоне бывший его подопечный Алексей Касауров в интервью рассказал о том, что финский специалист ненавидит все, что связано с Россией, и русских хоккеистов в частности. Другой бывший игрок Амура Виктор Александров утверждал, что Ханну называл российских игроков Микки Маусами, что его очень оскорбляло. Насчет, там, репутации, мне кажется, надо всегда свое мнение, как бы, ориентироваться на свое мнение. То есть то, что там писали про него, это все, как бы, должно быть. Конечно, что, то есть... Он, получается, его, ну, с самого начала неправильно подставили. Если бы не это касались, то сказать, блин, ну, ну, и все. Кто, мне кажется, особо не читает за, как бы... Читают же болельщики, игроки в основном. Я вот ничего такого не слышал, там, что-то писали. Верно, тогда после обеда мы встретимся. В холле гостиницы. Все, приятного аппетита. Встречи после обеда не получилось. Инвер сел в свой автомобиль и уехал, даже не попрощавшись. Видимо, по неотложным предсезонным делам. Вот, кстати, Инвер, а почему ты все время молчишь? Потому что я работаю. Не знаю, есть люди, которые во время работы любят поговорить. Ты не из таких? А почему ты все время молчишь? 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 А почему ты все время молчишь?